приветствую всех на своем канале сегодня у нас будет обзор и вскрытие у такого сейфа довольно таки интересный в странах бывшего советского союза попадается редко но тем не менее у нас он имеется попался и мы сегодня его вскроем разберем не знаю может мы разобьем это на несколько видео на два видео вот ну давайте приступим и так вот такой вот профиль ключа вот то есть ключик пустотелый имеется направляющая под этот ключ для того чтобы открыть сам сейф нам необходимо вставить ключ сделать поворот один оборот сделать полуоборот вставить ключ дальше и сделать еще один полуоборот после чего мы открываем поворачиваем ручку и открываем сейф то есть сложного с ключом вообще никаких проблем не возникало скажем так и так так же самому его закрываем мы делаем оборот ключ мы не можем достать ключ до тех пор пока мы не закроем сейф вот поэтому вот так он закрывается и достается ключ имеется здесь такая накладка эту накладку мы можем снять для того чтобы лучше чувствовать инструмент вот использовать я буду вот такую штуковину то есть если что в видео вставлю то что я увижу через нее как это будет видно и так далее и так вскрывать мы будем вскрывать мы будем этот сейф с помощью велосипедных спиц вот то есть натяжок будем брать велосипедную спицу то есть мы уже когда-то открывали этими велосипедными спицами сейфовый замочек видео у меня есть на канале и попробуем использовать манипулятор манипулятор такой манипулятор в общем попробуем использовать его если он подойдет если нет вместо манипулятора также возьму велосипедную спицу в замочке у нас 16 сувальд то есть первый полуоборот и второй полуоборот имеет разную секретность только на нем а и и и и и и итак мы сделали первый полуоборот итак ХОНТО НА КОТО ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, берем ключик, это нам надо было сразу сделать. И мы видим, что, значит, постараюсь показать, то есть, одна сторона как бы подходит практически, да, то есть, конечно, на один миллиметр, если бы манипулятор, кончик манипулятора был длиннее, было бы лучше. А вот другая сторона, она очень сильно занижена. Смотрим. То есть, я думаю, что другую сторону мы не откроем этим манипулятором, потому что высота, я смотрю, что мы уже должны были его открыть. Давайте еще раз попробуем. Но мне кажется, нам необходимо будет вторую сторону открывать спицами. Но так как мы практикуем вскрытие клюшками и крючками, то есть, мы будем использовать спицы. Я думаю, это будет самый экономный вариант. Да, не хватает носика, высоты носика. Подровняем немножко. Есть у нас еще один натяжок со спицы. То есть, это все то, что мы делали в прошлый раз. То есть, обычная вот такая спица загнута для удобства. Каждый загинает в зависимости от длины ключа, ну и так далее. От удобства. Так, давайте мы будем здесь у нас один большой, один маленький. Мы будем использовать, наверное, маленький манипулятор. А ну-ка. Нам его хватает. В самый раз, как вы видите. То есть, манипулятор под ключ. Подходит. Вот, натяжок. Есть. Делаем натяж. Берем второй манипулятор. Вот. И потихонечку перебираем 8 сувальд для второго полуоборота. Спицы, конечно, не крючок даже. Ну, это по просьбе, так сказать, приятелям. Говорит, если сможешь открыть его спицами, вообще замечательно будет. Ну, я хочу попробовать открыть его именно спицами. Так. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...